Как уберечь близкого человека от исчезновения? Тема сегодняшней программы – это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Каждый год от татарстанцев поступает более 4 тысяч заявлений на розыск пропавших людей. Цифра, конечно, огромная. О правилах поведения, если вдруг исчез кто-то близкий или потерялись вы. Сегодня мы будем говорить со специалистами. У нас два гостя, два спасателя поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан. Алмаз Курбанов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Денис Коннов. Здравствуйте. До программы, открою вам тайну, мы говорили примерно полчаса. И тема даже на 5%, насколько я понял, не раскрыта. Это и интересно, и очень полезно. Мы постараемся в наши 20 минут уложиться, чтобы максимально полезной информации вам дать. Для этого, если у вас вдруг возникли какие-то вопросы, которые касаются исчезновения, поиска, если кто-то пропал или у вас пропал и вы сами нашли, поделитесь, расскажите, звоните нам в прямой эфир. 511-99-66, телефон для Казани, 8800-532-55 для Республики. Кроме того, мы спрашиваем вас в нашей группе ВКонтакте, как часто вы говорите с вашим ребенком о безопасности. Там несколько вариантов ответов. В конце программы подведем итог. Итак, вот начнем мы именно, наверное, насколько часто удается вообще разыскать пропавших людей. Ну, есть такая статистика, что 50-70% людей выходят как бы сами домой, людям, из леса возвращаются. 20%, которые находим мы, спасатели, волонтеры помогают нам в этом, кинологические расчеты. И 10%, которые люди просто без вести пропавшими, оказывается. Ну, то есть, сами люди чаще выходят, плюс вы, то есть это как раз огромный процент. И вот теперь давайте, наверное, про детей, потому что времени не так много. Что надо действительно объяснять ребенку, как с ним разговаривать, какую профилактическую беседу вести, чтобы не потерялся, не ушел. Никакими способами его не заманили бы куда-то. Ну, в первую очередь, наверное, при беседе с детьми стоит проработать именно момент доверия. То есть, нужно максимально приложить усилия для того, чтобы объяснить доходчивым детям, что доверять случайным прохожим, людям, которые пытаются так или иначе завлечь, либо пригласить куда-то детей, ну, чем-то, допустим, там завлечь. Не стоит доверять. И при возникновении таких ситуаций максимально привлекать к себе внимание. То есть, опять-таки, психологически дети в семьях, по большей части, то есть, когда при воспитании родители говорят, то есть, хватит там кричать, успокойся, сиди тихо, что накладывает определенный шлейф на ребенка, на его психологическое состояние и сказывается на его замкнутости. То есть, эти моменты нужно прорабатывать. Максимальное привлечение внимания при возникновении ситуаций, которые ребенок считает, что его пытаются куда-то увезти или что-то еще. То есть, не стесняйся, кричи в любом случае. Конечно, то есть, в ряде западных стран это объясняется с детского сада, то есть, с первичных воспитательных учреждений и, в принципе, идет в процессе, работа над этим идет в процессе всего образовательного срока. А кто чаще вообще теряется, вот если даже по возрастным группам, по, не знаю, гендерным принадлежностям? Да, такого нету, наверное. То есть, определенной такой статистики нету, то есть, в принципе. Ну, все равно, наверное, я думаю, больше всего это грибники. Нет, мы тут подпадительные, наверное, скорее всего. Ну, и вообще, вообще. Ну, да, то есть, это природный характер, то есть, опять-таки, люди, которые уходят в лес, на рыбалку, на охоту, либо как бы на прогулку. То есть, в основном, и, ну, соответственно, на большой процент составляют люди с психическими заболеваниями, пожилые люди и люди с деменцией. У нас звонок 511-99-66. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу выразить огромную благодарность вам и вашим коллегам за вашу работу, за спасение жизни. Спасибо огромное. Спасибо вам. Вот. Вопрос такой. Если вот пожилой человек потерялся в городе, и он не может вспомнить, где он живет, телефона нет, то есть, как связаться с близкими, тоже непонятно. Как ему помочь, куда следует, вот, я, например, встретила такого человека, куда мне следует звонить в полицию, там, в МЧС, как быть? Спасибо. Спасибо. На самом деле, хороший вопрос очень, о котором как раз хотели поговорить. Изначально все начинается с профилактики исчезновений именно пожилых людей. То есть, как бы, это отдельная целая тема, такая обширная. Если коротко и тезисно, наверное, то первичные это GPS-трекеры. Самые эффективные на сегодняшний день. GPS-трекеры, часы, те же самые, допустим, либо функции отслеживания сотового телефона. Также… То есть, это должны родственники, молодые… Озаботиться, да. Включить на телефоне какую-то функцию. Да, да, все совершенно верно. И отдать, сказать бабулю, держи. Если не ошибаюсь, даже сотовые операторы как предоставляют такую возможность. То есть, ну, отдельно за плату, как бы, ну, как вариант. И есть, как бы, GPS-трекеры. То есть, опять, по-моему, с сшитыми сим-картами, либо там с установленными сим-картами. Все это можно, это очень эффективно, очень действенно. Второй момент, то есть, если человек, как бы… Ну, в городе куча людей. К сожалению, бывали ситуации, когда, то есть, ну, человек даже мог лежать, а его просто обходили стороной. То есть, ну, это, опять-таки, вопрос сознательности граждан. Я считаю то, что каждый должен смоделировать эту ситуацию на себе. То есть, то, что с ним это может случиться. И не оставлять людей, которые, ну, не знаю, там, упали или просто сидят одиноко на остановке, без внимания. То есть, ну, просто подойти и спросить у человека, все ли в порядке, тем более, там, у пожилого человека, я считаю, то есть, ну, это долг, наверное, каждого. Поэтому, возвращаясь… Ну, бывали, бывали такие моменты, когда ты подходишь к пожилому человеку и говоришь, все ли хорошо, видно, что как-то… И он говорит, все, все, все нормально, все нормально. В любом случае, что потом? Нужно ли звонить и куда? Мне кажется, обязательно нужно звонить. То есть, в принципе, позвонить в полицию, либо, допустим, в тот же самый МЧС, сообщить о том, что человек, допустим, находится один. Как бы есть сомнения в том, что у него все в порядке. Потому что взрослые люди, в большинстве своих случаев, они стесняются сказать о том, что им холодно, стесняются сказать о том, что они потерялись или что-то еще. Поэтому, как бы, это категория, которая также требует особого внимания к себе. И, опять-таки, вопрос сознательности. То есть, это то, к чему мы призываем обычных граждан. То есть, ну, не забывайте о том, что, ну, старость, как бы, приходит каждому человеку. Это не секрет, и в этой ситуации может оказаться каждый. И поэтому не оставляйте, пожалуйста, без внимания таких людей. Вот. И возвращаясь, опять-таки, к мерам профилактики непосредственно пожилых людей, нужно сказать, исчезновение пожилых людей, нужно сказать, что можно в одежду, то есть, с которой, допустим, месяц-зимнее время, то есть теплая одежда, на нее вшить бирки с указанием контактных данных, с указанием, допустим, заболевания, если есть какое-то заболевание, там, группы крови. То есть, ну, максимально большое, объемное количество информации. Адрес, да. Также есть вариант того, что по карману можно рисовать записки с адресом, опять-таки, контактными данными, но люди с психическими, допустим, расстройствами их могут выкинуть, ну, допустим, вшитые бирки уже, как бы, ну, не выкинуть. Но, опять-таки, возвращаясь, как бы, GPS-трекеры, часы, то есть, это очень действенно. — Теперь вернемся к детям. Все-таки, что делать родителям, родственникам, если пропал ребенок? Потому что, ну, искренне говоря, в этот момент, ну, голова не очень хорошо соображает. Вот что делать? — Необходимо сразу сообщить по номеру 112, то есть, это телефон экстренных служб. — Вот тут очень важно. Насколько сразу? Потому что у нас ходит миф и легенда, в течение трех дней там заявление какое-то не принимают и так далее. — Нет, такого не бывает. То есть, все спецслужбы, как получают данную заявку, начинают работать, собирать максимальную информацию. И то есть, непосредственно сразу же начинают поиски. — Не бывает такого? Опять же, я сейчас, может, выдумываю, но просто моделирую. Алло, здравствуйте, да, ребенок был в школе, у него закончились уроки 30 минут назад, его нет. Они скажут, мамочка, да подождите, с ребятами где-то за школой стоит, чего вы тут паникуете? Или сразу же начинаются реально какие-то действия? — Реально начинаем собирать информацию максимальную, в чем был, как был одет. Чтобы маршрут со школы до дома, где, может быть, друзья есть. Связь с родителями, друзей, вот, одноклассников. То есть, непосредственно нужно самим тоже принять участие в поисках. То есть, обзвонить родителей, пришел ли сын со школы, а с ней пришел, может быть, они вместе позвонить. Также на детей, для детей продаются также GPS-трекеры, чтобы быть безопасно, чтобы все было в безопасности родителей. Также повесил ребенку часы на руку. Ты через приложение специальное можешь на своем телефоне отследить, где твой ребенок находится. Как бы тот действенный способ. — То есть, сразу же потерялся, в любом случае, не стесняясь, звонить и говорить, что пропал. — Заявку оставлять нужно сразу. То есть, отработка ситуации. То есть, приходит карточка, и по этой карточке начинается работа сразу. То есть, по всем экстремным службам. — Я слышал, что есть какая-то статистика, что находится чаще. Там первый, второй, третий, четвертый день. — Ну, самое действенное, самое эффективное, так скажем, это первые сутки. То есть, там не первые часы, а вот именно такая вот точка, именно старта, наверное, поисков и эффективных поисков, это первые сутки. — Если вот так вот, по вашему опыту, люди в городе теряются или за городом чаще? — Давайте скажем так, чаще теряются городские жители. — Вот так, ага. — Ввиду того, что мы как раз обговаривали до начала передачи о том, что сельский житель в большинстве своем, в принципе, в курсе, куда он идет. Он знает свою местность, там, где родился. Он знает леса, реки, грубо говоря. Он имеет широкое представление о том, куда он идет, зачем он идет. Они, именно касаясь сельских жителей, между собой взаимодействуют. То есть, они в курсе, кто куда ушел. Они знают маршруты, ну, в принципе, им проще. И более подготовлены к выживанию именно к среде, к природной, так скажем. То есть, как вот часто видим, наверное, на выходные все куда-то ездят, так или иначе. Развязки, выезды из города, въезды в город на выходные дни забиты. То есть, это дает определенную картину того, то есть, показывает определенную картину того, что люди разъезжаются из городов. Соответственно, на выходные дни так же, как бы, много приходится людей пропавших, потерявшихся, так скажем. То есть, по статистике больше городские жители. Городские жители. Ну, а все-таки, вот внутри города, вот если потерялся человек, прямо вот у нас огромный город. Действительно, потерялся ребенок. И мы знаем, что поиск начинается с города, потому что лес это понятно. А вот город, как в городе-то происходит? Ну, первоначально отрабатываются контакты. То есть, это друзья, это знакомые, это потенциальные места, куда он мог пойти. То есть, ну, здесь наибольшую работу проводит именно полиция по данному спектру, наверное. Дальше уже, как бы, ищутся любые зацепки. То есть, ну, мне кажется, поднимаются камеры слежения. То есть, город ими оснащен в достаточном количестве. То есть, в принципе, здесь... Ну, это уже работа полиции. Да. Тогда давайте к вашей работе. Все-таки вы спасатели. Поэтому можете точно дать рекомендацию, что делать, если все-таки человек заблудился в лесу. Ну, в общем, не в городе, будем так сказать. В дикой природе. Опять-таки, наверное, надо начинать с профилактики. То есть, есть такая замечательная поговорка, которая, в принципе, применима, наверное, ко всем сферам жизнедеятельности и жизни. Как бы, ходишь в мир и готовься к войне. То есть, это говорит о чем, если касательно людей, которые теряются. В первую очередь, если куда ты идешь, первое, это сообщать маршрут, проговаривать с кем-то, с теми, с кем можно будет связаться. Куда ты идешь, зачем ты идешь, с кем ты идешь. Во-вторых, если это, допустим, природная среда, то есть, куда ты выходишь. Это быть достаточно оснащенным и укомплектованным, наверное, скажем так правильно. Это теплой одеждой, это провиантом, то есть, хотя бы там на сутки, это спичками. Самый, наверное, на сегодняшний день важный момент и эффективный способ, по которому могут найти потерявшегося человека, это мобильный телефон. Надо обязательно посмотреть, чтобы мобильный телефон был заряжен, чтобы было достаточно заряда. Сегодня вот широкий просто модельный ряд различных пауэрбэнков, зарядных устройств, то есть, можно там несколько с собой даже носить, то есть, это никогда не помешает. А связь? Если нет связи? Если нет связи, то всегда работает 112 служба, то есть, экстренные вызовы, они принимают абсолютно везде. То есть, по которым можно связаться, сообщить максимальное количество информации и, в принципе, дожидаться. Но если заблудился, то есть, уже конкретно потерялся, есть определенный ряд твоих действий, которые нужно выполнить. Я думаю, Денис, про него расскажет. Какие действия надо выполнить? Ну все, я заблудился, телефон разряжен. Нужно не паниковать, это первое. Найти место для ночлега ночного, найти сухое место на возвышенности, найти, может, какое-то большое дерево, сесть спиной к дереву, перед собой развести костер, смотреть на костер. То есть, вам тепло будет и спереда, и за деревом вас не будет продувать. Ну, как бы, и дожидаться помощи, дождаться, может быть, светлого времени суток. А самому блудить не стоит? А вдруг? А если вот какие-то знаки, ну человек чувствует в себе силы? Можно, если же вы услышали, то есть, может быть, железная дорога рядом, речка какая-то, может быть, где-то работает завод, скотина где-то, может быть, мочит, там коровы бывает же громко мочат. И вот просто идти на эти звуки, и вы обязательно выйдете к людям, то есть, к какой-то ближайший населенный пункт, может быть, деревня какая-то будет. Самое, наверное, действенное, я просто уж подскажу для того, чтобы... Самый простой способ, которым, допустим, вот если ты вышел на реку, вниз по течению идти. То есть, почему не вверх? Любой ручеек, любая речка. Да, идти вниз по течению, потому что обычно вдоль всех рек, то есть, ну, я не знаю, можно открыть карту и посмотреть, как бы убедиться, находятся населенные пункты. Если к другой реке вышли, то есть, так же вниз по течению, вверх не стоит идти по одной причине, все реки берут начало с заболочной местности. Также железная дорога, просто выйти, примерно понять маршрут движения, то есть, главное, не паникуйте. То есть, злейший враг, это паника, хуже некуда. То есть, 511-99-66, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос, касающийся пожилых людей, у которых, ну, уже вот проблемы начинаются, с головы проблемы, вы меня понимаете. Правда, что такой человек может зайти в магазин и, ну, вот прям продавцу сказать, что, допустим, он потерялся, он не помнит свой адрес, где он находится. И как вот продавцы, что они делают, они с вами, что ли, связываются? Вот как это происходит в осени такого человека? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, каждая ситуация, ну, скажем, чрезвычайная ситуация, связанная с тем, что кто-то потерялся, она индивидуальна, наверное. То есть, если человек, допустим, обращается к продавцу, я думаю, ну, любой адекватный человек, тут даже не продавец, не продавец, вне зависимости от его сферы деятельности, сразу наберет номер 112. То есть, в принципе, как бы три цифры и море решений. То есть, ну, тут, наверное, как-то по-другому объяснять. Хорошо. В начале программы мы говорили о том, что приглашали вас, друзья, голосовать. Вопрос мы задавали такой, как часто вы говорите с ребенком о безопасности? Мы много говорили сегодня о профилактике. И вот у нас такие результаты. Каждый день 58%, раз в неделю 11% и от случая к случаю почти 30%. Как вы можете прокомментировать наших зрителей? На самом деле, очень радует то, что половина из запрошенных... Большая часть? Да, большая часть, да. Около 60% регулярно, как бы каждый день даже проводят беседу профилактически со своими детьми. Потому что это, ну, я не знаю, каким словом можно подчеркнуть, насколько это важно. Это действительно очень важно. Это одна из, наверное, основных причин исчезновения детей. Поэтому, к сожалению, ввиду того, что как бы ритм жизненный, он ускорился в бешеных темпах, как бы на детей времени не хватает. И на профилактическую беседу с детьми времени не хватает. Но как-то надо находить, потому что лучше об этом проговорить, лучше внятно донести, чем потом хвататься за голову, то есть переживать вот это стрессовое состояние. Но на самом деле, как бы мы видим очень много родителей, которые, там, дети или родственники потерялись. На самом деле, это сильнейший, мощнейший стресс. Поэтому мы всегда говорим о профилактике. Ну, и в конце программы я знаю, что не только вы занимаетесь поиском людей. Кто еще вам помогает и с кем вообще происходят поиски, по крайней мере, у нас в республике? Ну, очень много волонтеров нам помогает. Это люди, добровольцы, которые готовы помочь в ситуациях, в поисках. Потому что их очень много, организации есть даже специальные, тоже волонтерские, которые за это ничего не получают. Чисто вот своим сердцем они помогают людям, попавшим в беду. Ну, наверное, вот им мы и говорим сегодня спасибо. И вам спасибо. Всем сознательным гражданам, всем людям, которые не остаются безразличными к судьбе других людей. Хотелось бы выразить огромную благодарность и прям огромное человеческое спасибо. Спасибо вам. И желаю, чтобы статистика с 4 тысяч упала в десятки, а то и в сотни раз. Спасибо вам. Спасибо огромное. Друзья, это были главные новости. Помогайте друг другу. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»